На 23-м километре Сибирского тракта, что на землях поселка Исток, в 10-м часу утра уже очень сильно засветло, и в данном контексте ключевое слово засветло, приключился равный бой, в котором теща пострадала на глазах зятя, и он в этом, прикиньте, не был виноват. Декорация такая. По Сибирскому тракту со стороны Касулина в направлении улицы Главной, а она в Истоке Главная, катился серый японский праворульный субкомпактный подорожник Сузуки Свифт 2004 года выпуска. За рулем 37-летний водитель-родитель с общим пилотским стажем 21 год и 56 нарушениями ПДД в активе. Слева на месте смертника его 11-летний сынулька-роднулька, а на заднем диванчике 59-летняя теща рулевого, жительница поселка Сагра. Они направлялись в стольный бург по делам, но неожиданно. Под стенами магазина рыболов со встречного курса налево поехал серый Форд Фокус, пилотируемый 27-летним рулевым, который представился так. Понятно. Как зовут тебя? Шамс. Шамс? Надо полагать, Шамс – это краткая версия популярного арабского имени Шамсуддин, которая на русский переводится как «Солнце веры». И прикиньте, имя вот прям заиграло новыми красками и смыслами. По версии Шамса он не пропустил прямоходящий Форд, потому что ему ярко светило в глаза солнце. А впрочем, дало от себя тяну. Олега двигался, вот со сторонником, бегал, спин, все. Не видел как бы прямого движения, что ли? Ну, оно солнце светило, а я... Ну, как получилось, так он быстрее ехал, а так только в дорожном. В дорожном кто-то пострадал? Нет, у них только там, а, по-моему, стоя. А кто в машине находился-то в Сузуки? Что там есть? Женщина за рулем была, да? Нет, нет, мужчина. Мужчина, сын. А, пострадала женщина с ребенком, да? Сильно пострадали, как они сейчас? Мне ребенку, там, они сказали, ничего не случилось, а женщина, не знаю, там, шея болит, сказали. Водитель, 86-го года рождения, управляя автомашином Сузуки, двигался со стороны Касулина в сторону города Екатеринбурга. Допустил столкновение с автомашиной Форд Фокус под управлением водителя 96-го года рождения, который не убедился в безопасности маневра поворота налево, где произошло столкновение. В результате транспортного происшествия пострадали два пассажира автомашины Сузуки. Данные пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Екатеринбурга. По итогу, при несанкционированном левом повороте Фокусника, здоровьем реально пострадала 59-летняя теща пилота Сузуки. Ее на карете увезли в Екатеринбург в 36-ю травматологию. Ну, собственно, она в Стольный бург и планировала попасть, но небеса внесли небольшую коррективу. Ее 11-летний внук был на переднем сидении в детском удерживающем устройстве, был обременен, потому обошелся без особых травм, но его на всякий случай увезли в 9-ю детскую клинику на осмотр. Ну, мало ли, все-таки Фокус приехал в левую половину Свифта, где сидел пацан. Пострадавшие женщины и дети, ну, точнее, женщина и деть, а также не пострадавшие мужики, медики и огнеборцы разъехались, а весеннее уральское солнце продолжило светить. Ведь, как сказано в Евангелии, Отец Небесный повелевает солнцу сиять над злыми и добрыми людьми. Так что, как говорится, уж будьте добры. Продолжение следует...